Давай сегодня поговорим с тобой по поводу антибиотиков. Получается, уже почти два года прошло с того момента, как у нас была опубликована вот эта вот замечательная антимикробная политика, потом у нас случился ковид и как-то все немножко подзабыли, и вот сейчас наши производители опять начали думать по поводу того, как же нам уходить от антибиотиков. Сейчас вот увитает где-то в воздухе новый наш регламент, по которому у нас каким-то образом пока неизвестно, каким запретят антибиотики. Что ты думаешь по этому поводу? Да, в 2019 году был принят указ за номером 604, который очень многим производителем птицы, мяса птицы, товарного яйца, производителем кормов, ветеринарам известен. В чем суть данного приказа? Принимается политика, согласно которой будет ограничено использование как кормовых антибиотиков, так и терапевтических антибиотиков. Поясню, в чем разница. Кормовые препараты – это те препараты, которые у нас работают в просвете кишечника и практически не всасываются из желудочно-кишечного тракта в другие ткани, органы и так далее. Терапевтические антибиотики – это системные антибиотики, которые используются для лечения птицы от каких-либо бактериальных инфекций. Суть такова, что запрет будет. Каким он будет по факту, мы пока не знаем. То есть, с одной стороны, уже сейчас можно ограничить терапевтические антибиотики, потому что мы знаем, что они достаточно слабо работают. С другой стороны, кормовые антибиотики нужны для защиты птицы против некротического энтерита. Некротический энтерит вызывается клостридией. Клостридия – это стандартная, скажем так, бактерия. Она давится антибиотикам, и это может стать серьезной проблемой далее. Да, можно использовать определенные продукты против бактерий. Всякого рода органические кислоты, пребиотики, пробиотики, эфирные масла и так далее. Но насколько они будут эффективны, каждый может сказать только в том случае, когда попробует у себя. Вот, Лера, вот ты опытный специалист по созданию рецептур по кормлению птиц. Вот у меня вопрос. Что можно в корма положить вместо антибиотиков, стимуляторов роста? Ты знаешь, это очень интересный вопрос на самом деле, потому что если мы хотим уйти от антибиотиков, то здесь, наверное, вопрос не в том, чтобы как заменить одну волшебную таблетку на другую волшебную таблетку. Оно так не работает. Надо, в принципе, менять подход к рецептуре. Я просто как ветеринарный врач, я хочу таблетку. Вот спрашиваю кормлянцев, дайте таблетку, таблетки запретили. Что делать? Работать с ингредиентами корма, с добавками? Нет, к сожалению, таблетки не будут. Действительно, работать в первую очередь с ингредиентами корма, работать с рецептурой, смотреть, чтобы не было избытка по протеину, больше работать с синтетическими аминокислотами. Чем опасен избыток протеина для птицы? Избыток протеина для птицы, для самой птицы, наверное, не столько опасен, потому что он же не ядовитый. Он опасен тем, что избыток протеина обычно используется теми же самыми клостридиями, про которые ты говорила, которые вызывают в том числе и некротический энтерит. Это их корм. И тот протеин, который птица не использует, он прекрасно используется клостридиями. Соответственно, нам совершенно не нужно, чтобы этот хорошо ферментированный протеин был. Нам, наоборот, нужно, чтобы они не развивались. Поэтому это такой очень критичный момент на самом деле. И многие страны, которые уходят из большого количества высокоферментированного сурового протеина в рецептуре, они работают очень много с разными синтетическими аминокислотами. Это не только лизин, трианин, трептофан, а ещё дополнительно валина, аргинина, изолицин. В России они сейчас тоже доступны. То есть это вполне возможно. То есть избыток питательных веществ в рационе становится кормом для бактерий. Понятно. А синтетические аминокислоты, их бактерии не кушают? Синтетические аминокислоты позволяют избежать избытка протеина. Поэтому в этом случае рецептура становится просто чуть более сбалансирована. Потому что ввиду тех или иных факторов у нас не всегда получается набрать правильный профиль с того сырья, которое у нас есть на рынке. Потому что и сырьё бывает с разной переваримостью, особенно то, что касается источников протеина. Потому что сейчас с ними такая довольно драматическая ситуация. Наверное, более драматическая только с ценами на масло. Но с источниками протеина, особенно с их качеством, сейчас всё довольно сложно. Потому что много и фальсификатов, и много недожаренного, пережаренного, и соевого шрота, и полножирной сои. Поэтому за этим надо следить и смотреть очень тщательно. То есть залог хорошего кормления без антибиотиков, если я всё правильно понял, это качественное сырьё в первую очередь и баланс этого сырья. То есть мало иметь качественное сырьё, грамотно его нужно сбалансированно составить. Ну, кроме всего прочего, нам нужно как-то смотреть очень внимательно на состав кормов для первой фазы. Потому что это залог однородности нашей птицы, залог развития кишечника, ворсинок. Это всё очень важно. Есть ещё отдельные направления, которые занимаются микробиоты кишечника. Изучают, допустим, так же, как у нас в Каргиле сейчас есть отдельная программа, которая направлена на изучение микробиома кишечника. Не для того, чтобы найти какую-то супердобавку, ещё одну, а для того, чтобы понимать, в какую сторону сдвинуть рецептуру. Потому что те или иные группы бактерий, они питаются тем или иным субстратом. Потому что что такое корм для бактерий? Для бактерий любой ингредиент или любой корм, который попал, это субстрат. Она его или ест, или не ест. Соответственно, мы можем двигать рецептуру в пользу тех бактерий, которые нам наиболее выгодны в кишечнике птицы. То есть, понимая микробиомы кишечника птицы, делая большое количество тестов, мы можем понять, как птицу кормить, чтобы содержимое кишечника было идеальным, для того, чтобы получать идеальные результаты по продуктивности. Да, безусловно. Слушай, а что ты думаешь по поводу тех ограничений, которые претерпевают другие страны? Потому что мы же не первая страна, которая думает про уход от антибиотиков, и многие уже ушли. И я знаю о том, что там сильно снижают плотность посадки, и вот как очень сильно смотрят за биобезопасностью. Насколько это вообще применимо в России? Применимо. Крупные предприятия уже сейчас создают условия для выращивания птицы без антибиотиков. Антибиотиков в первую очередь создают систему пусто занято. То есть, когда берется какая-то отдельная площадка, на ней выращивается птица, полностью вся площадка птица идет дальше в работу в убойный цех, площадка моется, очистится, дезинфицируется, ну и хотя бы один-два дня она стоит без птицы, прежде чем туда поступит другая птица, новая. То есть, система пусто занята. То есть, все было занято, потом на какой-то момент это было пусто, помыто, вычищено без птицы. Тогда прерывается цепочка передачи какой-либо инфекции, неважно, вирусной, бактериальной, к последующей птице, которая будет на этой площадке выращиваться. Мы это называем правильной технологией выращивания птицы с точки зрения биозащиты. Плюс ко всему, конечно, снижается плотность посадки птицы, потому что в условиях России чаще всего мы видим плотность на уровне 20-22 голов птицы на метр квадратный. Хотя иногда бывает и 26, и 28, и наоборот, иногда бывает 18-17. Чем плотно птица сидит, тем больше создаются условия для того, чтобы появились какие-либо бактериальные дробности. То есть, безусловно, плотность посадки с ней убирает. Следующий момент, вот тот вопрос, который я сейчас недавно задавал, касательно кормления. То есть, что делать в кормлении для того, чтобы не было бактериальных инфекций. Если брать мое направление по ветеринарии, то в первую очередь добиться не только эффективной программы вакцинации птиц, но она должна быть максимально безопасной. То есть, не секрет ни для кого, что после ряда вакцинаций, например, против болезни Ньюкасла, мы можем видеть поствакцинальные реакции на птицы. Это может провоцировать условия для развития бактериальных инфекций. Иногда при помощи вакцинации против болезни Гамбара с живыми вакцинами также можно создать условия для развития бактериальной инфекции. Слушай, а как же избежать этого поствакцинальную реакцию? И что ты подразумеваешь, в принципе, под безопасностью вакцинации? Иногда сами вакцины могут вызывать воспаление респираторного тракта, если мы говорим за вакцины против респираторных инфекций. Но в данном случае мы говорим за вакцины против болезни Ньюкасла, живые вакцины, особенно лосототип вакцины. Если есть какое-то воспаление, то создаются условия, при которых бактерии на фоне данного воспаления могут развиваться. И ситуация такова, если эти воспаления, скажем так, сильно выражены, рано или поздно придет вторичная микрофлора. На то она и вторичная микрофлора. То есть она сидит и ждет, когда организм ослабнет, и она в полной мере себя проявит. Иширихи и колия – самая распространенная вторичная микрофлора у птиц и фактически почти в 100% случаев она вторична. То есть ее всегда что-то провоцирует. И если взять опыт других стран, когда они отказываются от антибиотиков, конечно, в первую очередь они видят проблемы с некротическим энтеритом и кокцидиозом, потому что кормовые антибиотики в основном работают против некротического энтерита, с кокцидиозом видят проблемы те страны, у которых ограничено использование кокцидиостатиков. Ну и следующая проблема – колебактериоз. То есть любая ошибка в биозащите, в менеджменте, в вакцинации, в кормлении может создать условия для проявления колебактериоза. То есть, по сути, вот эта вот жизнь в эпоху без антибиотиков – это такой один большой, как это правильно сказать, пазл. Ну, давай, наверное, по-другому назовем. Это такой большой пазл, который состоит из ряда факторов. Это правильная биозащита, мойка, дезинфекция. Все это входит в биозащиту, да. Ну, да, это все входит в биозащиту. Хорошие условия содержания птицы. Наверное, менеджмент родительских стад, потому что это же, наверное, очень важно. С этого все и начинается. Вообще, на самом деле, я заметила то, что наиболее эффективными, даже вот сейчас из тех фабрик, которые пытаются уже уходить от антибиотиков, становятся те, кто имеет свое родительское стадо и независимо от привозного яйца. Да, очень хороший момент. Если мы хотим выращивать птицу без антибиотиков, нам нужно контролировать ключевые этапы по птице. Ну, допустим, мы сейчас говорим за бролер. Для того, чтобы бролер был изначально достаточно чистым, нам нужно иметь собственное родительское стадо. Мы должны понимать, что то инкубационное яйцо, которое у нас идет в инкубатории, оно чистое, оно не отобрано от яиц, которые были снесены, на полу. То есть, известный факт, когда курица сносит яйцо, яйцо покрыто оболочкой, которое защищает данное яйцо от той микрофлоры, которая есть вокруг. Когда яйцо остывает, оно начинает как губка в себя втягивать все, что есть вокруг. Если данное яйцо снесено на полу, то, соответственно, вся микрофлора, которая на полу в подстилке есть, поверьте, она не очень хорошая, она лезет в яйцо. Соответственно, в инкубатории, когда это яйцо инкубируют, мы получаем или тумак, ну, грубо говоря, гнилое яйцо, которое взрывается, зловонное, или же мы получаем цыпленка, которая в себе несет ту или иную болезнетворную бактерию, ну, или просто бактерию, которая может вызвать воспаление у цыпленка. Те люди, которые используют инкубационное яйцо из разных источников, не всегда хорошего качества, часто сталкиваются с проблемой бак-инфекции в раннем возрасте. Очень хороший старт для птицы в первые 7 дней крайне важен. Если его упустить, то многие меры, хорошие меры, которые в дальнейшем выращивании можно использовать, они уже или неэффективны, или слабоэффективны. Это доказано. Это правда, и с точки зрения кормления тоже подтверждается, потому что большая часть авторов, которые пишут те или иные статьи на тему антибиотик-фри, они тоже очень акцентируют внимание на первом периоде жизни, потому что это действительно сейчас архиважно. То есть, по сути, мы сейчас вот в этой новой реальности жизни без антибиотиков вернемся, по сути, козам, к тому, чем мы, может быть, чуть-чуть пренебрегали до этого. К основам, все правильно. Да, возвращаемся сейчас к основам. Бывают ситуации, практические ситуации, когда люди говорят, вот мы взяли ваш предстарт или старт, то есть имеется в виду про Вимик Аргилл. А заведомо мы знаем, что предстарт и старт про Вимик одна из визитных карточек компании, потому что достаточно качественные, и люди видят эффект сразу на них. И тут возникает вопрос, вот у них выросло, а у нас не выросло. Почему? Мы приходим, у одних изначально цыплята весом 40-42 грамма, у других цыплята, выведенные от молотки, весом еле-еле дотягивают до 36-38 граммов. То есть, первоначальный старт уже занижен. Второй момент, у одних цыплята могут быть перегреты, у других не перегреты. Третий момент, условия содержания. У кого-то свет поярче, птица сразу пошла на воду, на корм. Видим определенные плюсы. У кого-то потемнее, человек сидит и думает, а что же она не ходит. Вроде бы для человека всё в порядке, он там всё видит, а для птицы этого мало. Да, это очень комплексный процесс. Если вернуться к первоначальному вопросу по антибиотик-фри, по замене антибиотикам, ведь на самом деле всё просто. Люди, не используйте антибиотиков. Основная проблема не в том, чтобы не использовать антибиотик, а проблема, что будет, если антибиотики отменят. То есть, все те огрехи, про которые мы сейчас говорили, про биозащиту, про возможные ошибки при вакцинации, кормлении, в менеджменте, они тут же вылезут наружу, чем? Волнами бактериальных инфекций, которые раньше гасили антибиотикам. И сейчас, как мы уже говорили, мы опять вернёмся к базисным основам, к санитарии, пусто занято, к плотности посадки. То есть, тогда, когда была интенсификация производства бройлерного, когда мяса не хватало, производители пытались дать большой объём. Когда мы получили объём, потребитель захотел чего? Потребитель захотел более качественной продукции, без антибиотиков, более чистую, более проверенную. И я, как потребитель мяса птицы, понимаю, что да, я тоже этого хочу. И здесь золотая середина между потребителем и производителем. Одни производят продукцию, другие её потребляют. И камень преткновения, помимо прочего, это качество и её стоимость. То есть, например, если произвести органик птицу, которая выручена в свободном выгуле, при естественном освещении, на веганских рецептурах, без коксидиостатиков, антибиотиков, так она будет стоить дороже, чем какой-нибудь великолепный стаик рибаи. И возникает вопрос, а кто будет эту курицу покупать? Пока рано, видимо, пока до этого не доросли. Ну, я думаю, что в любом случае нам сейчас и нам, и нашим производителям надо готовить базу для того, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда этот технический регламент будет принят. И действия, наверное, они действительно такие довольно базовые и довольно простые. сейчас не метаться по рынку, наверное, в поисках каких-то замен, а наладить качество выпускаемой продукции. Причём я здесь говорю не только про тушку, я говорю про качество кормов, которыми питается птица, я говорю про качество вакцинации, потому что, правильно ты говоришь, вопрос-то даже не всегда в том, какая вакцина, вопрос ещё в методе исполнения. Как готовятся птичники, как инкубируется цыплёнок, что у нас происходит на родительских стадах или откуда мы получаем это инкубационное яйцо. Вот этот большой снежный ком, чтобы он нас не задавил, как лавина, его, наверное, сейчас уже надо потихонечку начинать подчищать. Это и будет, наверное, самой лучшей подготовкой для нашего производителя к вот этой эпохе без антибиотиков. Ну и, наверное, нам остаётся только надеяться, что у нас не будет совсем жёсткого запрета, потому что в первых читках это действительно казалось, что и заменятые как садиостатики, и всё. Я думаю, что всё-таки будет всё потихонечку, степ-бай-степ. У нас что-то будут из года в год что-то будут дополнительно отменять, но пока, конечно, действительно никто не знает. Но, тем не менее, понятно уже, на чём сейчас нужно сфокусироваться. Да, это так. Можно, конечно, и пофилософствовать по этой теме. То есть не бывает идеальных фабрик. Всегда бывает, скажем так, то, где есть что-то улучшать. Это факт. То есть я иногда птицеводство, там, бройлерное птицеводство, сравниваю как с ремонтом. Он либо есть, либо его нет. Объективно. Вот поэтому решать проблему нужно по мере их поступления, и всегда нужно стремиться к лучшему. И к ним готовиться. Да. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин